Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Жавия. Сегодня со мной Вадим Шлак, и мы чиним Жигули. Но не то, что мы чиним, это скучно, это неинтересно. Сегодня мы будем проверять самые крутые и самые необыкновенные автолайфхаки. А Вадим Шлак зачем-то ломает лобовое стекло, которому и так уже грустно. И... Полоска загрузки. Полоска загрузки. Слушай, ты понимаешь, что ты так его можешь как бы выдавить вообще, Вадим Шлак? Так, мы сегодня собрались, чтобы проверять лайфхаки, а не ломать автомобили. Первый лайфхак, вы знаете, что автомобиль нельзя запустить без аккумулятора. Правильно? Правильно. Давай, дергай там. Вот. Как видите, у данного автомобиля отсутствует аккумулятор, фильтр на аккумуляторе отсутствует. Смысл жизни у него тоже отсутствует, потому что все очень печально и грустно. Так вот, а можно ли запустить автомобиль от Powerbank? Сегодня мы это проверим. И вот, у нас есть Powerbank. Кстати говоря, капот такой не просто так. Вот у нас есть видеоролик, мы играли в футбол. И как бы стечение обстоятельств такое получилось. Так. Берем специальные кусачки, переходники от Powerbank к аккумулятору. Держи ключи, Вадим Шлак. Будем проверять. Здравствуйте. Я, как эксперт, говорю, что от этого Powerbank невозможно запустить машину. Нужен специальный автоаккумулятор. И как раз, кстати, у меня есть на заначке. Вот, послушайте, ребята. Я могу и вам, и могу и вам, подписчики, тоже продать. За полцены возьмете? Нет. Хотя, как руль, за полцены он новый абсолютно. Слегка просто западился, но я его недавно абсолютно приобрел. Абсолютно. Так что приобретайте, договоримся. Там, можно о пончике обменять. Хоть любой вариант предлагайте. Договоримся, короче. Короче, не знаю, что там договорят эксперты. Давайте проверять мою теорию. Я считаю, что Powerbank должно быть достаточно. Минус на минус, плюс на плюс. Это у любой батареи. И, соответственно, для запуска нам необходимо 12 вольт. И, как правило, 12 вольт тоже необходимо. Ну, либо 6, либо 12. Необходимо для того, чтобы запустить зарядку аккумулятора любого на устройство. Короче, главное сейчас не таксировать, а то будет короткое замыкание. Так. Ну, короче, давай, пробуй. Заводи, Вадим, шлаг. Теоретически все должно работать. Ага, понял, подожди. То есть 12 вольт мало? Давай 16. Опа. Крутит. Подожди, подожди-ка. Подожди. Подожди. Ну, блин, давай. Слушай, у нас сел Powerbank. Все, приехали. Давай. Все, что ли? А что, у нас генератор не работает, что ли? Давай еще раз попробуем. Ой. Машину не помните. Ни ту, ни эту. Хорошо. А эту можно, которая заводит? Давай, пробуем. О, еще, что-то горят контакты. Все сгорело к чертовой матери. Делаем контрольный пуск сейчас. И что, откуда электричество-то? Вот я только что включил Powerbank. Так, ставлю 16 вольт. Да подожди, ты сейчас опять сюда дымится. Давай, запускайся. Не? Не хватает? Держи, держи. Ну, короче, запуск идет, но он не работает. Так что это вина Жигуля, а не наша. Но запускается. Значит, что? Значит, лайфхак подтвержден. В общем, я понял, что лайфхак не подтвержден. Не подтвержден лайкэт. Они даже метр не проехали. А еще говорят, что эксперты. В каком месте? Ну, щенки ничего не понимают. А вот я, эксперт 60-х годов, все понимаю. Даже в этом аккумуляторе. Короче, настал тот долгожданный момент. Когда? Турбо-Иш, супернизкий Иш, должен, наконец, поехать. Его двигатель закапиталили. Сейчас его нужно поставить на место. И он у нас не поедет, а в поле. Но, конечно же, для этого сначала нужно все подготовить. Убрать ту кору мусора, которая накопилась внутри любого багажника за все это время. Ну, мы с этим разберемся. Вон, и дальше, где у нас классные штамповки есть. Кому надо, обращайтесь. Как я и сказал ранее, необходимо отсюда вынести весь хлам. Вот, собственно, оранжевый хлам уже выезжает. Скоро очередь оранжевого холла можно слушать. Правда? История эта будет не такая бойкая, как вот эта. Бойкая. Вот это можно назвать бойким, поверьте мне. Это... Ага. Ладно. Что-то не так с двигателем, потому что из выхлопной системы течет бензин. Он прям вместо выхлопа оттуда выливается бензин. Возможно, проблема с карбюратором, возможно, еще с чем-то. Но тачку вообще не трогали довольно продолжительное время. Вот последний видеоролик. Там мы пытались ей поднять пружины, но больше с ней ничего не делали. Кстати говоря, сейчас там нет одной пружины. Ну, что, как обычно, проблемы. Ну, все, удивительное. Безобразие полное. Я вообще просто поражаюсь. Они, мало-то, вот используют эти тачки как под мусор. Ладно, я их разогнал, они тут начали прибираться. Кстати, ребята, давайте посмотрим. Посмотрите. Помните, здесь полностью были бутылочки. Сейчас хоть ладно, тут металл остался. Но это тоже не совсем хорошо. Ну, это нужно, это из этого будет нам делать. Ну, да, это запчасти, согласен. Но все равно. Вы помните, что было? Промотайте на несколько минут, если забыли. Это было просто кошмар. А он у меня где-то из пончики возил. Столько сладостей он возил на этом, на этом москвиче. Это же просто, просто конфетка на колесах. Ох, хочу вспомнить, конечно. Что там Илон Маск, Илон Маск, электромобили, Тесла, да? Сейчас я вам покажу, что даже в советское время мы уже изобрели автомобили. У нас кончился бензин. И сейчас тачка поедет только за счет аккумулятора и этого, скажи, как его, старкера. На старкере ездят. Я просто поражаюсь, как они это делают. Но в Советском Союзе не такие были методы. Что это? Я, кстати, помню. Помню, когда дед у меня приезжал на этой тачили. И все дети, все дети со двора, детишки, все подходили к этой тачке, чтобы сфотографироваться. Вы знаете, там, в Инстаграм, там, потом всякие там ВКонтакте, в Одноклассники. Все прямо стремились, чтобы в Наву приложить эту фотку. Это 70-е, да? Да, это 70-е. Это мои великие 70-е. Зачем тебе новый стартер? Ты куда его понес? Да кто-то-то я сжег, я же за ним ездил. Слушай, ну что с мячом сделали? Что? В футбол мы им играли. А как так можно играть, что он весь никакой? Но ты что это? Ты попробуй поиграй сначала на машинах в футбол, потом я тебя посмотрю. Давай толкай, нам нужно толкнуть этот иш, где находится сейчас полтора двигателя. Полтора, да, мы будем играть. Давай толкай, Пёса. Как надувать это? Ну вот и не надувать. И взяли. Всё. Я то вам, как Вадим Шлаг сказал, дело за малым. Ну убери этот мяч отсюда. Давай, Вадим Шлаг, за руль и поехали. Ой, блин. Проблемки. Вот опять колесо испортили ещё. Моё колесо. Я вообще, подождаюсь, вы столько залипов сделали. Кто ему сказал, что это его машина, я не понимаю. Что происходит сегодня вообще? Просто столько, столько дефектов. Я уже устал их считать. У меня пальцев даже, у меня посмотрите, даже перчатка вся потрескалась. Посмотрите, что это. Я устал их считать, эти залипы. Сильнее толкайте. Сильнее. Чё, пирожков не ели сегодня, что ли? Или пончиков? Ну, что? Что-то хрустнуло внутри. Что-то хрустится, а? Ты там сидишь за рулём? Моя тачка, осторожней, пожалуйста. Что-то она разваливается уже вся. Уже даже так. Это что, паровоз? Без резины, чух-чух-чух. Это где-то что-то нужно ещё на тут, видимо. Офигеть. Что вы с моей тачки сделали? С моего деда. Он же прихлопнет меня, если узнает. Вы понимаете, что вы сделали? Сейчас мы всё починим, Петя, не переживай. Когда? Года не прошло, а Жигуль, ой, на ТурбоИш поедет. Я просто не понимаю, что... Как это могло случиться? Напишите свою версию в комментариях. А то у меня слёз только не хватит. Блин, ты что меня в болото засунул, а? Надо были берегом. Берегом, наверное, почему-то надо. А, надо? Ладно. Ребята, у меня все, все кости хрустят. Видимо, хрящики уже и слышали. Столько времени, столько труда, горести, переживаний после того, как я заклинил ТурбоИш, капитальный движок, всё вот это всё. И всё это из-за одного дурацкого болта на шатуне. То есть, каким-то образом этот болтик раскрутился вокруг оси и на коленвале его загнуло, наверное. Как-то так это произошло. И всё это вот вылилось в такую вот горе. Ну, теперь движок здесь стоит откапитальный. Этот шатун идёт к чёрту. Шатун здесь другой стоит. Вот. И это вот уже более-менее красота. Как из завода, ребята. Вот так вот. И сейчас это будет установлено непосредственно в наш ИШ. Он поедет, будет дрифтить и раздавать, как раньше. Правда, наверное, придётся что-то делать с резиной, потому что она зимняя здесь. Много что придётся обслужить, потому что машина долго стояла, ничего с ним не происходило. Она служила как баком для помоев. И это грустно. Вот только где у неё капот? Я вообще не могу понять, ты почему до сих пор меня не научил? Тебе что надо? В смысле не научил? Учат в автошколе. Я вообще-то вам, если что, у вас раз автошкола, вы как раньше сказали. Ну, в этом видео, кстати, посмотрите. Там это, у шлака что-то там. Автошлак или что там называлось. Вот. Я вам бабки перевёл бешеные, чтобы вы меня научили. Вообще-то там был первый урок бесплатно, а потом ты отказался платить, потому что разбил нам жигули. Ну, я вообще-то всё оплатил. Ну, мы тебе просто простили, я ничего ты не платил. Так нет, если ты хочешь научиться водить, я могу тебя научить. Да, даже сейчас. Да, могу даже сейчас. Но чтобы водить, сначала нужно понять, как устроен автомобиль. Это гниль. Обязательный атрибут любого автомобиля. Гнильё, ржавчина. Вообще-то это коррозия. Правильно. Но в советских автомобилях это называется гнильё. Но на самом деле, жигули у нас вообще водоречком. Это двигатель внутреннего сгорания. Там происходит сгорание топлива. И от этого двигаются поршни и всё остальное в цилиндрах, бла-бла-бла. Это карбюратор. Туда попадает смесь топлива и воздуха. Всё смешивается и она сгорает. Понял? Самое главное то, что ни в коем случае... Так подожди, я же эксперт, я всё это знаю. Да? Да, то, что ты мне сейчас рассказал, это то же самое, что прочитать сказку про колобка. Понял, ладно, хорошо. В итоге всё равно колобка сожрали. Ладно, короче, для запуска всей этой билиберды мы уже выяснили, что необходим аккумулятор, но можно из джампера. Где там, ты говоришь, твой новый аккумулятор? Давай, тащи его, проверяем. Вот он. Я не буду за него платить, сразу тебе говорю. Он не пьёт. Вообще-то я его заказывал. Из Германии пойдёшь? Я его заказывал на Луне. На Луне там самый лучший аккумулятор. Давай, устанавливай его. Что очень важно, перед стартом нужно всегда проверять, чтобы жидкости были в порядке. Вот, как бы, это не в порядке. Мало ли вы хотели знать. Это жидкость сцепления. Сюда можно наливать от всех, кто хочет. Что хочет, что хочет. У нас ничего нет. Здесь сильнее надо. Так, а где же, где же плюс? Плюс где? У нас закончилась тормозная жидкость. Покупать новую не буду. Вон, Лукоил полусинтетическое масло Люкс. Пишите в комментариях, можно её туда вместо тормозуки заливать? Я думаю, можно, она даже по свету походит. Как бы, что будет-то? Главное же, чтобы сцепление работало. Думаю, работать оно будет. Вот, красота. Петя вон подцепил, Гарри. Да. Так это, блин, убери, чёрт возьми. Что? Наоборот же, это был плюс. Ты минусовую клемму зацепил. Да? Тогда чёрный, это же минус всегда. А-а-а. Хорошо, что ты на вторую не накинул, значит, и всю тачку. Чё, серьёзно? Да. Я, значит, видимо, не той стороной сделал. Ну, ладно. Хочу вам сказать, ребята, по секрету. Я его проверял. И он, кстати, оправдал мои знания. Так, хорошо. Сначала плюс, потом минус. Главное, чтобы контакт был хороший. Так. Ну, как-то хорошим контактом-то и не пахнет. По той причине, что... Аккумулятор новый, говоришь, да? Да, очень новый. С магазина только, да? Ну, вот, теперь надо проверить в таком крутой старте. Должен он крутить очень сильно и обильно. Потому что это же новый аккумулятор, правильно, Пётр? Это очень новый аккумулятор. Так, что-то такое же. Убираем коробку, передач. Чтоб ты понимал, оно даже не даёт индикацию наличия аккумулятора. Да? Да. Друзья, ты хочешь сказать, что-то мне продали нехороший аккумулятор? Мне продали ужасный аккумулятор. Он мёртвый. Да? Да. Ну, мне продавец убирал, что типа... Что аккумулятор? Только что с ковеера. Как же так? Петя, а за сколько ты его купил-то? А, не знаешь, я его купил за 9 кусков. Чего? Я серьёзно говорю, за 9 кусков. Он вообще стоил 18, а там распродажа была 50%. И я только ради этой акции решил его взять. Я ведь прилично сэкономил. Я же мог бы купить два аккумулятора. Нет. Эти аккумуляторы стоят рублей 500 максимум в таком состоянии. Петя, тебя, судя по всему, конкретно так обманули. Серьёзно? Не. Как так? Так, ставим 16 вольт. Должно хватить. Для реанимации этого аккумулятора. Судим проверять. Как же так? А, нет. Я не могу купить. Ну ладно, будем пробовать. Ладно. Всё очень плохо. Вот, кстати, я сходил, снова купил новый аккумулятор. И теперь у нас будет новый аккумулятор. Ты вообще его снял с нашего автомобиля. Он уже в гараже стоял. Да? Да, что ты рассказываешь-то? Ерунду всё тут. Ну, возможно, я просто не помню. Но там ценник был. Ценник был в 12 штате. Да. Чёрт. Так вот, первый урок. Нельзя, чтобы что-то не было закрыто во время вождения. Бензобак, крышка бензобака, капот. Всё, всё, всё. Чё ты делаешь? На какие сам стукал я? Да ты толкаешь её. Там ещё у нас быстрый старт есть. То, что необходимо нам по-любому. Так. Быстрый старт – это штука. Я вам объясняю. Вам, друзья, автошкола. А, да чёрт, перестань. Вот здесь есть проводочек. Хитрый. Надо его... Вот, видишь, лайфхаки. Сегодня целый видеоролик по лайфхакам. Это карбюратор. Это эфир. И мы его заливаем. Чисто теоретически, машина может ездить только на горючем эфире. И сейчас мы его заведём. И он у нас полетит. Ну, результат налицо. Садитесь, Пётр. Наши уроки начинаются. Подожди, а это закрыть? Когда? Так это надо, наверное, пройти ГБО. ГБО поставить надо? Да, да, да. А, для экономии-то, ну да. Это точно. Короче, самое главное, это безопасность. Поэтому пристегнитесь прежде, чем начать движение. Автомобиль у нас холостой ход не держит, поэтому мы ездим только на подсосе. И никак больше. Потому что холостой ход сломан. Я не знаю, с чем это связано, но его нет. И так же первая передача вылетает. То есть только мне стоит её отпустить. Чуть-чуть газануть. И всё, первой передачи нет. Поэтому её нужно держать там, внутри. Это понятно? Да, ты считаешь? Да. Что ж, мы въезжаем на нашу студенческую площадку, где у нас печальным образом закончился наш первый урок. Но я думаю, второй урок у вас уже будет попроще, поэффективнее. Что, собственно, добро пожаловать, Пётр. Так, подсос у нас выдернут. Давай зажигай и сожигай. Всё, привычки на работу. Прожимаем сцепление. Включаем первую передачу. И всё, мы готовы ехать. Что? Да не лучи учёного. Я знаю, куда ехать. Вот туда же едем. И просто, да, аккуратненько по кругу едем. Да, Пётр! Чё с тобой не так? Чёрт во сибири! Ты сказал, что узнаешь. Какой ты, чёрт, учёный, не учёный. Ну, Плесень, что, где я? Так ты нафига? Газ-то так сильно тапишь просто. Ё-моё! Чё, всё полетело? Да нет, пока всё более-менее. Так сказать, на горку просто заехал. Ребята, кажется, мне нужен санитар. Петя, так второй раз уже, это фигня. Ты задолбал. Ты когда водить-то научишься нормально? Давай заднюю врубай, назад едь. Медленно выжимаем сцепление. И тихонечко, чуть-чуть совсем нажимаем газ. Не в пол, а чуть-чуть. Понял? Понял, ладно, ладно, я понял. Тот же дубль можно вырезать. Ну ладно, вырежем. Хорошо, хорошо. Главное сейчас хорошо проесть, просто чуть-чуть вперёд. И вот по кругу. Здесь как раз трасса адекватная, лёгкая для тебя, для начинающего. Хорошо. Ну чё, зажигаем? Медленно, 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 стой, ты чёрт! Петя! Петя, да что опять произошло? Да ничего, всё нормально. Что значит всё нормально? Ты въехал в то же самое место. Бамперу просто хана. Телевизору хана. Брайкапот я вообще молчу. Ему уже до этого был кредет. Чёрт, до свадьбы доживёт. До чьей? Ну до твоей. К тому же ты меня так научил. Ты меня так научил. Ты меня не слушаешь вообще, чему я тебя учу. Вообще ничего не делаешь. Что теперь делать-то? Нормально теперь. Теперь автосервис ехать. Автосервис ехать. Нас тебе так нравится влепляться. Давай будем учиться выкарабкиваться из трудных ситуаций. Заводи двигатель. Вытягивай подсос. Блин, я не хочу. Давай, давай, вытягивай. Заводи двигатель. Ё-моё. Да? Примерно так. Да? Я уже подумал. Ой, заводи нормально. Сейчас будем учить заднюю передачу. Нет, сцеплением-то выжми. Так, заводи. Да чёрт возьми. Вот эту педаль. Да, господи, Пётр. Да, всё, всё. Педаль, да? Нажал, да? Да. Теперь заводи двигатель. Подгазани чуть-чуть. Дай газу. Газу, газу, газу. Ну что ж, вы убери автомобиль, Пётр. Ну газуй! Блин, нету. Ты должен меня-то катить, Петя. Да, я понял. Так. Я раскачу. Давай, я помогу тебе. Не, я просто раскачу. Блин. Блин. Что ж, мы же сегодня про лайфхаки говорим, да? Так вот, лайфхак с толкачом, он не удаётся, если протолкать всего лишь 5 метров. Нужно толкать много и быстро, и лучше это делать с горки. Да там можно завестись даже с севшим аккумулятором. Сейчас аккумулятор, по сути, дело сел, хотя он был новый. И это грустно. Пётр. Да. Что? Ты мой худший студент. Может быть, договоримся как-то? А что? С меня 5 пончиков. Давай. Ну хорошо. Блин. Я дома сделал, я могу привезти. Ладно, понятно. В любом случае, сегодня была у нас проделана очень большая работа. Было сделано много различных дел. Мы подготовили иш, прибрались в гараже и попытались научить водить Петю. С вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Не забывайте про лайки, про подписку на канал. И, конечно же, на колокольчик нажимать тоже не забывайте, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok